Здравствуйте, меня зовут Анна Степанова, я общественный активист из Архангельской области. Этот ролик я снимаю, чтобы рассказать вам о той ситуации, которая сейчас сложилась у нас с выборами губернатора нашего региона. Сразу скажу, ни в какой агитации ни за одного кандидата я не принимала активного участия. Я не вхожу ни в один штаб, не участвую в коалиции СтопШИС, несмотря на то, что борюсь против создания полигона на ШИСе. Фактически я являюсь независимым общественным наблюдателем за ходом предвыборной кампании у нас в области. Внимательно слежу за тем, что происходит. В соответствии с законодательством нашего региона, все желающие участвовать в выборах губернатора должны пройти муниципальный фильтр. Это означает, что будущим кандидатам необходимо собрать 189 голосов муниципальных депутатов двух уровней. Это 8% от общего количества всех депутатов, которых больше 2200 человек. Участники уже подали собранные голоса в областную избирательную комиссию. На этой неделе, 7 августа, будут подведены итоги проверки подписных листов на соответствие требованиям законодательства. По предварительной информации, к выборам будут допущены всего 6 участников, среди которых нет ни одного независимого. Олег Мандрыкин и Юрий Шевелев, которые проводили активную работу по сбору подписей, допущены не будут. Основанием недопуска послужит отсутствие необходимого количества подписей и несоответствие подписных листов формальным требованиям. Не секрет, что все 6 технических кандидатов, включая кандидата от «Единой России», временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Цибульского, успешно пройдут муниципальный фильтр и будут допущены до выборов. Как же так получается, что люди, которых в области никто не знает, за исключением, наверное, Черковой от «Справедливой России», с такой легкостью сумели пройти муниципальный фильтр? Добавим сюда кандидата от власти Цибульского, которого тоже плохо знают, но плакатами которого обклеены уже все подворотни нашего региона. Хотя официальная агитация даже еще не началась. Информация о том, что администрация Архангельской области начала работу по сбору подписей в поддержку технических кандидатов, появилась еще в начале года, задолго до официального объявления о старте предвыборных процедур. Когда определился окончательный список, подписи собирали централизованно, сразу за всех возможных технических кандидатов. Цибульский собрало 600 подписей, несмотря на то, что сдать можно только 200. Администрации области делалось все, чтобы независимым кандидатам уже к началу сбора не хватило ни районов, ни голосов. Вчера в информационных изданиях, включая телеграм-каналы, появились документы, которые были разосланы с официального электронного адреса отдела по организационной работе, делопроизводству и обращениям граждан администрации Вельского муниципального района. В этом пакете документов есть четкий список кандидатов, которые пронумерованы и называются техническими, заполненные формуляры подписных листов и в пользу которых и многое другое. Это именно те люди, которые успешно пройдут фильтр, но не проводили реальной работы по сбору подписей и независимой, неизвестной ни населению, ни муниципальным депутатам. Все вы знаете, что протест на Севере за Шиес длится уже более двух лет. В этих условиях, когда гражданское общество требует реального диалога и конкурентных выборов, Цибульский, который официально несет ответственность за внутреннюю политику области действиями своей команды, лишает лично меня как избирателя доступа к прямому и честному выбору. В списке для голосования остается только он и технические кандидаты. Такие действия иначе как вредительством назвать нельзя. Лишить жителей Архангельской области возможности выбирать в условиях массового недовольства действиями власти на Шиесе – это провокация. Я не знаю, как будут действовать сторонники конкурентных выборов и тех, кого не допустили. Вся область наблюдала за тем, как мирно отстаивали свои права жители соседнего региона, Ненинского автономного округа. Они два месяца, каждый день выходили на центральную площадь Наринмара, не нарушая закон, без плакатов и лозунгов, соблюдая социальную дистанцию. Они мирно пели. Каждый день. Это называлось флешмоб. Я не являюсь сторонником Мандрыкина или Шевелева, но я выступаю за допуск всех кандидатов и конкурентные выборы. Меня и других избирателей лишили права выбирать. Право гарантировано мне Конституцией. В этой ситуации я требую от Цибульского Александра Витальевича срочного и немедленного прояснения случившегося. Я предлагаю провести дебаты между Цибульским, Мандрыкиным и Шевелевым в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами друг к другу. Люди вправе знать, что произошло. Я готова выступать одним из модераторов на таких дебатах. Теперь я обращаюсь к Александру Витальевичу. Побеждать нужно в борьбе, отстаивать свою позицию, завоевывать доверие населения. Особенно актуально это в нашем разогретом протестами регионе. Намеренная ликвидация конкуренции с помощью муниципального фильтра со стороны администрации – это открытая провокация против жителей нашей области. То, что сейчас происходит с выборами – это низко и подло. Мои земляки недостойны такого отношения от проезжих технологов и руководителей из Москвы. Если вы, Александр Витальевич, откажетесь от проведения открытых дебатов по сложившейся ситуации, я буду считать вас трусом и предателем интересов граждан. А трус не может быть губернатором Архангельской области. Это говорю вам я, Анна Степанова, за честные выборы, против муниципального фильтра, за допуск всех кандидатов и диалог населения с властью, за всех северян, нашу Россию и наш народ.